Приветствую вас. Итак, вопрос, который вы задаете, звучит так. Если муж один раз поднял руку, клянется, что больше не будет, то какая вероятность, что снова поднимет? И что вообще делать? Ну, а если говорить о том, что вообще делать, вот, то я бы, конечно, над психотерапией предложил бы пойти. Вот. Вам обоим, в смысле. И решить проблему агрессии. С его стороны, с его стороны. Вот. И, скажем так, проблему жертвенности с вашей стороны. Вот. То есть, ну, в любом случае, психотерапия. Это первое. И второй момент, это то, что, как ни парадоксально, но, если он не будет клясться, что больше этого не сделает, а если постарается разобраться в себе, понять, что послужило, там, условно говоря, там, как бы, ну, причины, да, вот, такого его действия, какая-то сильная эмоция, например, да, там, какой-то конфликт, ну, например, вот, то есть, то есть, признание субъективной стороны здесь, признание своего конфликта определенного, ну, здесь, в принципе, идет на пользу. И, соответственно, если человек, ваш муж обратит внимание на свои чувства и реально захочет с ними поработать, то вероятность, действительно, довольно-довольно высока будет, что больше руку на вас он не поднимет. Но если он просто клянется, что не будет этого делать больше, вот, если он просто клянется, что не будет этого делать, то, скорее всего, ничего не изменится, вот, потому что сейчас он это делает из чувства вины. нет, поймите правильно, он действительно верит в то, что больше так не поступит, и поймите правильно, он действительно верит в это, вот, но дело немножечко в другом, вот, и вот потому что чувство вины, да, может пройти и что дальше будет, вот, поэтому не стоит здесь тешить себя иллюзиями, да, вот, не стоит тешить себя иллюзиями, относительно, вот, данного аспекта. на мой взгляд, по крайней мере, и думать, что вот если, если, там, он пообещал, да, вот, если он пообещал, то, соответственно, больше такого же делать не будет, ну, как бы, от обещания просто мало толку, если это, вот, что-то вроде просто обещания, как бы, очень мало толку, если это просто обещание. И напротив, если человек, как-то, вот, сознаёт, там, свои, вот, определённые, так скажем, трудности, свои определённые, так скажем, противоречия, которые могут быть, и это абсолютно нормально, тогда это решается. Тебе, понимаете как, я, может быть, сейчас скажу такую не очень популярную вещь, но ведь дело всё, дело ведь не в том, что мужчина поднял на вас руку, ну, типа, выйти из себя может каждый, и совершить действие, за которое потом будет безумно больно и стыдно может каждый, вот. Дело здесь, на мой взгляд, не совсем в этом. Дело здесь, на мой взгляд, больше в том, как человек к этому относится. Обычно, если вот обычно говорить, обычно, человек относится к этому, ну, как к тому, что вот, ты сама виновата, ты вот меня добила, да, вот ты сама виновата, в том, что, я тебя ударил, вот. Или, я больше не буду, там, только прости, вот такая история тоже, тоже есть. Вот. И ничего хорошего в этом, потому что проблемы так не решаются, вот. Таким образом, по крайней мере. Это нужно понимать, просто, вот, и делать соответствующий вывод, так скажем, так скажем. Вот. Я думаю, вот, ну, примерно, эм, такой, эм, ответ. Вам можно дать с точки зрения психологии и с точки зрения, с точки зрения, вот, как раз, психотерапии, да. Вот. На этом, эм, пожалуй, всё, сейчас, вот, ну, на этом, на этом, пожалуй, всё. Буду вам благодарен, за обратную, обратную связь, э, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, вот. Но, повторюсь, э, вот, чтобы вы не думали, да, э, могло показаться, что я, вот, только, там, условно говоря, э, ну, ну, там, только про вашего, э, мужа, мужа говорил. Э, э, про вас практически нет, но, э, вы тоже, э, э, вк, э, вкладывали. У вас тоже есть свой вклад в, э, данную статью, и вам, э, желательно, также взять ответственность, э, на себя, за, вот, собственно, э, то, что произошло, между вами, вот. То есть, необходимо вам, э, думать, что мы, один муж виноват только, да, э, вот, обвинить человека достаточно легко, э, в, э, ну, вот, в том, что случилось. Ну, вот, опять же, повторюсь, если вы хотите, э, 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 как бы, отношения сохранить, да, то имеет смысл, э, э, не обвинять, да, вместо, вместо, вместо искать причину, вот. Того, что случилось. Это было бы куда более эффективно, на мой взгляд. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Значит, по моему ответу желаю вам всего самого доброго. Доброго и удачи. Вот. α Casey. Продолжение следует...